Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня тема нашего эфира «Меняются ли люди ради отношений?» Ребята, скажите, пожалуйста, знаете ли вы людей, которые реально поменялись благодаря тем отношениям, которые в них существуют, которые есть на сегодняшний день? Я знаю, у меня были такие знакомые. Муж очень жаловался, что жена, допустим, дома грязная, не убирается. И вот жена, так как очень любила своего мужа, она потихоньку начала меняться ради него. Можно заметить, как дома стало чище, посуда тоже стала более упорядочной, расположена. Вот. Фактически она изменилась, получается, ради своего мужа. Спасибо. Мы говорим для того, ну... Чтобы сохранить это. «Меняются ли люди ради сохранения или ради приобретения?» Можно и ради приобретения. Просто ради приобретения у меня есть такой пример. Моя знакомая очень хочет понравиться моему однокласснику. И она постоянно меня о нем расспрашивает, пытается как-то подстроиться под него, как-то подготовиться по темам, которые ему интересны. То есть она начала сейчас разбираться в автомобилестроении. О, интересно. Да, это достаточно странно, я бы сказал. Но проблема в том, что это же для него... Да, это неестественно. И когда-то это вскроется. Зачем так? Нет, ну, например, если девушке реально это понравится, она такая, ой, это... Она же скрывает свои интересы. Да. Давай тогда второй случай. А когда это негативно сказывается? Когда... Есть ли примеры того, что человек не хочет меняться ради отношений? Есть такое? Я думаю, именно поэтому в мире и существуют разводы. А, из-за того, что не хотели поменяться? Из-за того, что бараны, два, уперлись и как бы не хотят меняться, прогнуться, что ли, друг под другом. Вот так вот. А, понятно, понятно. Ну, а на самом деле, вот когда существуют взаимоотношения между людьми, даже просто там друзья, знакомые, необходимы ли изменения в взаимоотношениях, когда какие-то вопросы решают? Нужно подстраивать под другого человека или нет? Ну, всегда следует, наверное, искать компромиссные решения, которые бы удовлетворяли обе стороны. Угу. Ну, к примеру. Ну, желательно найти того человека, с которым тебе будет комфортно, и тебе не нужно кардинально менять весь свой характер. То есть его все устраивает, но если ему что-то не нравится, и он тебе сказал, и это не такое прям важное, ну, не такое конкретное, что тебя может задеть. А просто ты его услышал, да, хорошо, я больше так не буду. Так. Ну, это такой простой момент, да? Если ты не можешь конкретного человека найти. Вот я именно такой человек. Я как хамелеон. Я с одним там, если, например, человек грустный, я с ним тоже погрущу. Если мне весело с ним, мы будем смеяться. Если там он суперумный, ну, я постараюсь это как-то... Поумничать. Свои умные какие-то мысли, что-то такое, то есть... Хорошо. Я почему об этом спрашиваю, друзья? Дело в том, что в виде, на самом деле, изменения ради отношений, это очень серьезный показатель. Меняется ли человек ради другого? Старается ли он подтянуться, да, к тому уровню, может быть, там, или еще? Но бывают крайности. Я вам расскажу одну ситуацию. Когда уже была создана семья, и молодой человек, он был очень серьезным профессиональным музыкантом. И его невеста, она тоже нравилась музыка, она проходила обучение. Но в какой-то момент были очень серьезные нагрузки, и она решила оставить это занятие, это обучение. И это очень сильно ударило по остальным. Как это так? И, ну, к сожалению, это дошло до развода, и люди пострадали из-за этого. Вот как вот в этой ситуации? Значит, он любил ее за ее образование? Вот и вопрос. За что любил молодой человек свою любовь? Ну, это-то бред. Он облажался в самом начале. Еще отношения не начались. Значит, надо было разобраться, да? Ну, если ты любишь человека не за то, какой он человек, а за профессию, деньги, связи или еще что-то, это, в принципе, уже некорректное намерение. И нездоровое отношение. По какой причине это невеские аргументы? Потому что это все быстротечно и меняется. Проходящее, да? То есть это меняется. А за что вот вы бы хотели меняться в своей жизни? А в чем вы бы хотели меняться? И, ну, я не буду спрашивать, ради кого, но вот в чем вы считаете, что следовало бы меняться в своей жизни? Конкретную, какой-то какой-то пример характера? Да, можно пример привести. Или, в общем, в области, в какой области надо было бы. Ну, я, например, иногда, я холерик, я неоднократно это повторяю всем, я иногда очень сильно злюсь. Я бы вот не хотела вскипать от любой неожиданности, от любого там нежданного сюрприза неприятного и быть более спокойной. Я работаю в этом направлении, но... Мне кажется, просто ей нужен какой-нибудь флегматик, и все у вас будет суще. Это мне скучно с флегматиками, я не могу просто. Да, они разные бывают. Ну, ты точно найдешь себе кого-то, потому что такие же... Которые будут предупреждать, да? Или какой-нибудь сангвиник. Да, тоже как вариант. Приколно. Просто мне кажется, мне вообще не нравится эта фишка с изменениями, если честно. Потому что я считаю, что на каждого человека найдется... Нет, не то, что не меняться нельзя, но иногда люди вот реакцию... Ты не можешь поменять реакцию. Это в тебе заложено. И если человек тебя просит поменять реакцию, ты такой... Ну, это как поменять цвет глаз. Ты же не можешь этого сделать? Ну, чисто физически, без операции, ты не можешь этого делать. Просто найди людей, которым будет с тобой нормально, которых ты предупредила. Я холерик. И они такие, хорошо, она сейчас побомбит, придет, вернется, и все будет хорошо, и мы об этом поговорим. Ну, отлично. Вот именно об этом я говорю. Я нашла такого человека, у меня есть подружка, мы живем вместе, вот она идеально меня сглаживает. Я не могу с ней злиться. Я не могу на нее злиться. То, что она делает, даже если она делает что-то такое, что мне не нравится, да, я не могу на нее злиться. Как-то она это... Я не знаю, как она это делает. Я хочу, чтобы все так делали. Хорошо. Ну, вот, так что, ну, это пример того, что люди не должны меняться. Ну, не то, что не должны, а то, что для каждых людей есть свои люди. Ну, собственно, людям не стоит меняться ради кого-то. Ну, в плане изменить свои идеи. Стоит или не стоит меняться ради человека? Я думаю, что все-таки стоит. Почему? Потому что, как в любом вопросе, когда ты меняешься или что-нибудь, ну, вообще изменения какие-то производишь в себе или вообще где-нибудь, может быть, это даже, если вы помните, было в зависти, да, то ты не должен менять основу свою вот так вот. И, ну, да. Я тебя понимаю, да, значит, человек, какой он есть, да, он может оставаться таким, но если и что-то менять, то то, что... Хорошее. То есть лучше становиться. Лучше становиться, да. И в отношениях ты можешь... Это вот отношения твои или, там, будущая девушка, парень, там, для кого что, да. Скажите. Это лучшее, берешь лучшее для отношений и меняешь самого себя в лучшую сторону. А что вообще меняется? Меняются привычки, меняется темперамент, меняется... У меня есть пример, можно? Мировоззрение. Что меняется в человеке? Что необходимо поменять? Допустим, мой дедушка поменял свои привычки. Он любил выпить. Так. Семья была на грани развода. Бабушка пришла к нему и сказала, ну, дорогой, если ты не перестанешь пить, я ухожу. Так. Собираю детей и ухожу. И он просто такой, мне моя семья важнее, чем вот это. Ну, как бы... Вот он, отличный пример того, что надо меняться во благо. Вот так. Так. Данил, что думаешь по этому поводу? Ну, человеку нужно меняться, нет? Нужно, но не сильно, чтобы он остался с собой. Иначе уже будет совсем другой человек. А если оставаться с собой, это значит вредные привычки? Ну... Так он считает? Если вредные привычки не, как бы, только не вредят другому человеку, как бы, семье там, то... А если ему вредят, а дети хотят, чтобы отец был здоров, жил? Нужно менять тогда, чтобы быть хорошим примером для детей. Что вот так не надо. Так. Значит, нужно меняться? Нужно, конечно, нужно. Опять же, пример с моей злостью. Я вижу, что вот я, например, когда ссорюсь с бабушкой, я могу на неё накричать. И я вижу, как это её расстраивает. А мне от этого ещё больнее. И, конечно же, я извиняюсь, там всё такое, через время, когда успокаиваюсь. Вот. И я не хочу её обижать своими словами, там, гневом и так далее. И поэтому я стараюсь меняться ради неё. Получается, ради отношений есть смысл и стоит меняться. Я вам расскажу одну историю. Женщина, которая, вот, как ты рассказывал своей подружке, что она узнаёт о класснике, там, все подробности, чтобы, ну, ему понравиться и так далее. Была женщина, которая так случилась, что за свою жизнь, недолгую жизнь, несколько мужей она похоронила. И интересно, что наблюдали за её поведением, наблюдали соседи, друзья, знакомые, родственники. И они говорили, когда ты выходила первый раз замуж, ты знала о рыбалке всё. Когда ты выходила второй раз замуж, ты была профи во всех новых технологиях, современных автомобилях и так далее. И когда третий раз выходила замуж, ты почему-то взялась за вязание этих... И она говорит, ну, понимаете, у каждого из моих мужей было особое хобби. Ну и у последнего было вязание и грибы. Вот она всё о грибах всё знала, о вязании. И ей, на самом деле, она оставалась такой, какая она есть. Но ей было очень интересно узнавать что-то новое и раскрывать для себя нового человека. Ради отношения она это делала. Но это на тебя влияет окружение ещё. Вот, например, даже когда ты растёшь, ребёнок растёт в семье, например, художника, и он это всё видит, чаще всего у него тоже, возможно, развивается любовь к этому. Опять же, если это не меняет каких-то твоих, ну, фундаментальных представлений о мире, каких-то твоих взглядов, того, что делает тебя тобой, почему бы не стать лучше, почему бы не сделать счастливее человека, с которым ты будешь... Так, мы сейчас уже говорим о более глубоких, серьёзных вопросах, да, уже мировоззрения, да? Ну нет. Саму суть человека. Меняться ради кого-то, если человек, например... Ну, так бывает, к сожалению, когда... Ну, человек меняет свои убеждения ради кого-то, чтобы остаться с кем-то или, наоборот, завязать с кем-то более... А что, если вот он всё меняет, меняет, а ему на самом деле это не нравится? Проблемы могут быть? Он теряет себя. Он пытается приобрести то, что он не хочет приобретать. И что может быть в результате, когда человек... Ну, потом это выливается в то, что другой человек узнаёт то, что он не интересовался этим конкретно, ему это не нравилось. Он делал это просто ради того, чтобы понравиться. И останется у разбитого корыта. Ну, иногда бывает, что по ходу дела ему это начинает нравиться. Это положительнее. Бывает и такое, да. Ну и если вот как женщина, которую вы привели, она разбиралась в другой сфере. Но это движение в одну сторону. Значит, её мужья не в её хобби как бы, ну, не придавали значения. Не знаю. Да, или не знаю. Ну... Я не знаю. Просто вот вопрос в этом. Никита вначале сказал про компромисс. Компромисс — это важная штука. Как бы если она... Увлекается его хобби, он тоже должен что-то... Просто когда это движение в одну сторону, человек разочаровывается. То, что он делает... Ну, он меняется. Значит, это одна из причин, почему человеку потом это надоедает, да? Хорошо, ещё вопросы по этому поводу. Вообще, меняться ради отношений — это не унизительно? Это достойно? Мне кажется, да, это достойно. Необходимо или это лишнее? Да. Да, мне кажется, это круто, когда ты меняешься ради кого-то. Когда ты видишь взаимность. Вот возьмём, допустим, отношения парня и девушки, да? Девушка ради парня меняется, парень ради девушки меняется. Они видят эти изменения. Ну, если бы парень ради меня менялся, если бы я сказала ему, да, мне не нравится, что ты там, допустим, куришь или ещё что-то. Он бросает курить, мне это нравится, мне это на пользу, мне хорошо, я вижу, мне приятно. Я там... Ему что-то не нравится во мне. Он мне говорит, я стараюсь это убрать. Я меняюсь, ему это нравится. Это, наоборот, сближает, как по мне. Получается, хорошо, когда изменения обоснованы, и они несут за собой какую-то положительную динамику. И не просто в отношениях, но проявление жертвенности. Ты готов отказаться от каких-то своих интересов ради кого-то другого. А когда это ещё и помогает тебе стать лучше, допустим, ну, разбираться во всём, это вообще прекрасно. Когда ты настолько универсален, что можешь спокойно влезть в любую сферу и на равных разговаривать, например, помой. Это невозможно, но к этому можно стремиться. Прекрасная цель. Разбираться во многом. Хорошо. Ещё, смотрите, что я хотел именно в этом направлении ещё спросить у вас. Когда человек меняется, меняется по-настоящему, да, ради другого человека. Ну, к примеру, вы меняетесь ради другого. А есть ли какие-нибудь хитрости, которые, или какие-то рецепты хорошие, которые помогли бы другому человеку ради вас меняться так же искренне и так же стремительно? Вот, к примеру, надо о чём-то попросить. Как вы это сделаете? Мне кажется, всегда проблема в том, что люди именно не умеют разговаривать. Ну, ты просто приходишь и говоришь, что ты чувствуешь конкретные ситуации. То, что, ну, вот у меня, я не люблю, когда люди оставляют продукты на столе. Ну, я реально выбешиваюсь. Мне это так раздражает. Ну, зачем? Я просто прихожу и говорю, мне неприятно, когда я варю утром кашу на кислом молоке. Ну, пожалуйста, ну, давайте его убирать. Но позаботьтесь обо мне. Не хотите о себе заботиться? Обо мне позаботьтесь. Как это сделать? Вот ты уже один пример привела. Как это сделать красиво, ну, без издевательства, без каких-то таких... У всех у нас есть рот. Нужно уметь разговаривать. Вот я не вижу ничего такого, ну, сверхсложного, чтобы посадить рядом с собой человека и сказать, дорогой, ты прекрасный, ты чудесный, но мне не нравится, что ты... Опять же, ну, представляете, если человек отшучивается, и это по жизни, и увидите, что он не меняется, вот как поступать? Потому что одно дело, когда мы находим вот такие небольшие хитрости, мы просим, а что если даже на просьбы человек не реагирует? Ну, значит, всё, хватит. Не меняется он ради тебя, но и не надо. Я, значит, что вам скажу, в мои наблюдения я замечал, как... Как женщина просит своего мужа что-то сделать. И я слышал несколько вариантов, и я увидел то, что сработало. А именно, из тех всех просьб, которые были озвучены, одна просьба была озвучена так. Мне нужна твоя сильная рука. Нужно вот эту картину повесить вот здесь. Помоги, пожалуйста. Он сразу помог. И потом она спрашивает, так я же тебя три раза просила, почему ты не отреагировал уже позже. И он говорит, да не знаю. Потом она стала сама исследовать, стала наблюдать за собой. Оказывается, когда начинала с упрёком, когда начинала... Ну, понятно, что он вчера не повесил, позавчера. Но когда она говорила о своей просьбе, и когда она ещё просила об этом сделать, ну, чуть заранее, ей нужно к обеду, она просит с утра. И она знает, что её муж не такой уж быстрый на подъём. И вы знаете, она просила с утра, и потом к обеду напомнила, нормально, он всё сделал. А раньше к обеду уже была истерика. Понимаете, да? Вот эту направленность. Мы... Ведь правда, когда мы общаемся друг с другом, ведь мы можем просить по-разному. Ещё один случай, когда подружки, значит, они учились вместе в одном учебном заведении, и в общежитии, поскольку одна была очень медлительная, а у другой всё в руках кипело, та девушка, которая постоянно расстраивалась из-за своей подружки, она поняла, что ей нужно заранее что-то сказать, и та чуть позже включается в действие. То есть ей нужно какое-то время дать на размышления. Что удивительно, к концу учебного, ну, когда закончили свою учёбу, к концу времени уже первая девушка стала более медлительной, а вторая подтянулась. На самом деле, друг на друга они очень здорово влияли. Потому что, если нужно, к примеру, завтра сдавать экзамены, это учит, зубрит, уже в голову ничего не лезет, она ещё учит, потому что у неё серьёзный нервный срыв. А вторая говорит, а давай что-нибудь испечём. И они вместе начали там что-то делать. И смотришь, вроде нервы успокоились, и учёба легче пошла. А они друг друга достаточно здорово восполняли. И на самом деле, как бы мы ни хотели, но в жизни, вы увидите эту закономерность, человек, ну, мы, когда дружим, когда общаемся, мы друг на друга здорово влияем. Вопрос. Надо ли нам сознательно или бессознательно меняться ради этой дружбы? Нет. Кардинально. Если человек тебе дорог, да. Так. Как тебе может быть человек дорог, если он полная противоположность тебя? Почему просто не найти другого человека? Почему никогда не рассматриваем этот вариант? Почему нельзя просто найти другого человека? Например, ты живёшь вообще в деревне. Нет. Я не верю, что Бог закрывает дверь, не откроет окно. Вот что хотите. Я верю в то, что если вот этот человек меня вымораживает, если он меня раздражает, я могу пойти и найти поддержку. Нет, ну, если настолько всё плохо, если... Если ты говоришь раз, говоришь два, говоришь три, край должен быть. А потом, пац, семь с половиной миллиардов человек кончились, и кто следующий? Кому? А ну, мне жизни столько не хватит, чтобы семь миллиардов закончить. Нет, если вот, как ты говоришь, прямо он вообще не слушает, то да, стоит сказать. Ну, так, чисто с ним потом здороваться только. Просто мы всё ведём к тому, что каждому надо давать шанс. Хотя, по факту, это не так. Не каждому человеку надо давать шанс. На самом деле, если так разобраться, сколько очень близких, настоящих друзей сегодня может быть у человека? Ну, так, в среднем. Много. Ради кого стоит меняться? Достаточно много. Просто, ну, вот, немного вернуться назад даже. Ты говоришь, если человек моя полная противоположность, ну, у вас же что-то должно быть общее, хотя бы, хотя бы, ну... А если ты человек противный, прям, ну, вот он как-то не нравится тебе? Люди растут и меняются. Такое бывает. Именно. И, например, ну, вас же что-то связывает. Почему вы ещё общаетесь вместе? Значит, есть какие-то общие темы, которые... Ну, может, уже край разрыв как раз. Значит, я могу уйти. Край разрыв — это конец. Ну, и всё. Просто мы это не обсуждаем. Мы ведём к тому, что надо всегда вытягивать ситуацию. Не надо её вытягивать. Её нужно вытянуть, когда это уже больше, чем, например, дружба. Семью всегда резонно вытянуть, потому что это уже обязательство. Нет. Значит, ты облажался вначале. Надо просто сразу голову включать. Все проблемы людей вот из-за этого, из-за того, что они начинают подстраиваться. Есть одна шикарная вещь. В браке люди ухудшаются. Ну, это по факту. Они открываются полностью. Какие на самом деле были. Да. Не надо вот это вот притворство губит всё. Он думает, что она вот такая. Ну, ладно, будет она чуть похуже в браке. А в итоге она притворяется, и там не только хуже, там просто катастрофа. Поэтому, чтобы завоевать какого-то человека, не стоит притворяться. Ну, или пытаться измениться. Ну, друзья, теперь давайте рассмотрим. А как это притворство вычислить сразу, чтобы потом не оказаться жертвой всех этих страшных последствий? Ну, иногда это сложно сделать. Хорошо. Ваши родители, ваши друзья могут вам помочь в этом, чтобы разобраться? Ну, вероятно, когда человек очень сильно влюблён, это может закрыть глаза. Он на что-то будет не обращать внимания. Скажет, ну, допустим, сделаем скидку, что ладно. Пройдёт. Это, да, это мелочи, это неважно. Важнее другое, что это такой прекрасный, чудесный человек. Просто красавица. Ещё и умная. И всё, и классно. Ну, характер такой. Ну, ладно, как-то стерпится, слюбится. Нет. Так не так. Да, есть такое, когда прям сносит крышу, и ты думаешь, да ладно, ничего, он не справится. Он хороший такой. Вот это самое опасное, потому что нужно всё же пришло. И в это время родные могут быть тревогу, да? И родные, и друзья. Период же заканчивается этот. Ты же не всегда влюблён. Да. Это пару месяцев, потом это чистая голова. Да, ты сам потом это видишь уже. Вот поэтому нужно встречаться не полгода, и даже не год, а больше. Потому что, ну, три года притворяться невозможно. За три года можно расстаться не только из-за того, что кто-то притворяется. Тем более. Да, но я вам скажу другую крайность, друзья. Смотрите. На самом деле мы ведь не глупые. Мы способны разбираться в людях, даже если у нас нет специального образования для этого. Ведь правда. Вопрос только в том, согласен ли я на вот такое, на такие взаимоотношения, общаться с таким человеком. И когда вы видите, что он меняется или притворяется, ведь проходит время, и он скажет, всё, хватит, с меня хватит. Не надоели все эти ваши там возвышенные какие-то рассуждения или ваше общество, вот это такое, или как они могут считать, что это что-то из высшего общества, или наоборот считать каким-то недостойным своего круга. Это очень серьёзная проблема. И много-много историй есть, когда человек, рискуя ради другого, бросает всё, а потом в итоге оказывается, что это никому не нужно. Какой механизм защиты здесь может быть? Первое. Нужно быть откровенным и честным человеку самим собой. Я готов на то, что мне предлагает другой человек. Готов ли я, и причём это очень серьёзно, и это ответственно, готов ли я с своей стороны меняться в нужный момент? Серьёзно меняться? Понимаете, когда сформирована привычка, когда, ну, уже вначале идут как мысли, потом поступки, потом привычки, и самое сложное – это наш характер, это то, что устоялось, мировоззрение, это уже такой кремень, такой жёсткий стержень, который не так просто изменить в своей жизни. Готов ли я меняться? Готов ли человек с другой стороны меняться? И я вам скажу, в связи с этим важную роль всё-таки играет вера. Вот человек доверяет Богу или нет? Тут даже не столько, что он внешне как эту веру проявляет, там, я не знаю, посты соблюдает или нет, но здесь важно, доверяет ли этот человек свою жизнь Создателю. И если вы вместе с ним на одном уровне, если вы общаетесь об одних и тех же вопросах, и у вас основа похожа, всё остальное, то, что, ну, как бы второстепенно, оно будет выравниваться. И человек не будет считать это чем-то ущербным, потому что он меняется ради вас. Потому что он понимает, есть высшие цели, есть глубокие духовные вопросы, в которых вы едины, вы вместе. Вот почему не рекомендуют создавать браки между разными направлениями верующих. Ну, когда люди, у них разная философия, очень опасно. Потому что ты, когда хочешь измениться, ты иногда даже не знаешь, с какой стороны подойти и что менять. И вот что касается религиозных убеждений, да, неплохо, чтобы молодой человек или девушка сначала определилась со своим внутренним миром. Ну, представьте, если человек сам не знает, что ему нужно, а от вас требует, что вы изменились. Ну, он сегодня это требует, завтра другое. И вам это сильно... Вы устанете от этого. Но когда человек внутренне определился, да, что ему нужно, и к чему он стремится в этой жизни, что дальше его ждет, да, в определенном смысле, то это надежный человек. Это тот, кто будет опорой по жизни вашей. И еще, есть такое понятие, как бескорыстная любовь. Ну, это, наверное, уже в следующей передаче мы еще рассмотрим. Так что меняйтесь, друзья, в лучшую сторону и для себя, и для человека, с которым вы общаетесь. Дорогие друзья, нам очень приятно, что вы были вместе с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok